Сегодня в Красноярске официально начался отопительный сезон, то есть в домах стало действительно тепло. Как известно, этот период самый ответственный для энергетиков. Чтобы контролировать температуру воды, сотрудники красноярских ТЭЦ перешли на круглосуточный режим работы. Наша съемочная группа побывала на ТЭЦ ночью. Температура у нас 542 градуса. Пусть турбина пришла, пришел пар. На дворе ночь, а на ТЭЦ кипит работа. С началом отопительного сезона процесс подачи тепла в домах горожан становится непрерывным. Круглосуточный контроль ведут сотрудники электрокотельных. Никаких поблажек. Людей здесь ночью трудится столько же, сколько и днем. У нас работа, специфика работы одна и та же. Вести режим заданный электрической нагрузки, сетевой воды. А также, если в ночь мы подготавливаем оборудование, то в день отремонтированное оборудование мы вводим работу. То есть количество персонала одно и то же. Третья ТЭЦ сибирской генерирующей компании за час отправляет в город 7,5 тысяч тонн воды. По нормативу до конечного потребителя она должна доходить не больше 90 градусов. За соблюдением графика заданной температуры сетевой воды и следят работники ТЭЦ. В энергоблоках машинист никогда не покидает своего рабочего места. Постоянная сверка параметров, контроль оборудования. Если температура падает на улице, ее нужно увеличить в турбогенераторе, чтобы вода не успела остыть. Спать не приходится. Мы так же сидим, так же смотрим, так же приходится какие-то аварийные ситуации предотвращать. В нужный момент, а не когда уже все случилось и когда стало холодно всем. А вот за доставку воды до потребителя отвечают сотрудники насосных станций. Одна из них, что в поселке Индустриальный, обслуживает самый густонаселенный район, Советский, а также микрорайон Покровский. Работа ответственная, поэтому без контроля ее оставить нельзя. Я сверяю работу непосредственно от манометров и показаний компьютера, чтобы все было нормально, не было каких-то инцидентов, чтобы принять моментальное решение по устранению какой-либо неисправности. Василий, машинист ночной смены, ежеминутно проверяет показатели давления. Скромно признается, если бы не он и другие ночные работники, кто его знает, насколько тепло бы было в домах красноярцев. Виктория Лопатайте, Дмитрий Гаврилко, 7 канал, Новости 24.